Так, еще один раз хочу сказать по поводу бихевиализма, но более так, научным языком, скажем. Значит, бихевиализм — это школа психологии, которая утверждает, что поведение может быть изучено и объяснено в терминах внешних символов и реакций. В отличие от бихевиализма, традиционная психология рассматривает внутренние процессы восприятия, мышления, воображения и т.д. как главные факторы, определяющие поведение. Традиционная психология также подчеркивает роль наследственных и биологических факторов формирования личности, в то время как бихевиализм сосредотачивается на изучении влияния условных рефлексов и типов поведения, формируемых через обучение и опыт. То есть рефлексы, обучение и опыт. Тут я хочу допомнить, что есть рефлексы врожденные, с которыми мы родились. То есть дует ветер, мы моргаем, там прикасаемся к огню, мы одергиваем руку и т.д. Когда холод, у нас мурашки по коже — это все врожденные рефлексы. Видим, когда голодные, видим еду, выделяясь за слюна — это все врожденные рефлексы. А есть условные рефлексы, которые вырабатываются в процессе жизни, в процессе обучения. На этом, в принципе, построен поведенческий анализ. Да, так бихевиализм поддерживается философией материализма и детерминизма, тогда как традиционную психологию можно отнести к идеалистическому направлению мышления. В целом, бихевиализм и традиционная психология имеют разные подходы к объяснению человеческого поведения личности. Например, мы знаем утверждение Фройда, кто не знает, и вот такая его известная криватая фраза, что мальчик — это отец мужчины. То есть то, что в детстве заложено, то потом, как говорится, выходит, когда человек взрослый. Вот. Имеет, конечно, право на жизнь, но то, что в мальчике заложено в детстве, оно тоже заложено через внешние факторы, и что-то инфорсовалось, а что-то, как говорится, было негативно инфорс, а что-то, как говорится, сформировало его поведение. То есть в будущем, вот, как говорится, вот эти факторы окружающей среды могут изменить поведение мальчиков, который уже стал мужчиной. Ну, это об этом отдельно. Сейчас просто вот такое вот определение бихевиоризма. Научное, доступное, для понимания. Я вас обнимаю.